мир всем я сегодня пошел за очень интересным событием в лес мы тут когда пожар отушили в околках проезжал мимо смотрел что грибов нету а что-то в этом году снег очень быстро как-то ушел земля была не сильно замерзшая вот сказали что грибов в этом году не будет печально а тут проходил в лесу смотрю гриб торчит ну и в общем взял специальное ведро думал попытаю какое счастье ведро ножичек в общем сейчас посмотрим может быть может быть все таки есть потому что вчера или позавчера был сильный дождь вот обычно сморчки они любят когда вот влага там вот так вот в лужи стоят то есть естественно они растут только весенний период вот это же бывает когда сильно все высохнет их тоже нет вот но я правда думаю их не будет а тут увидел так что попытаем счастье так я пришел в лес значит у меня есть левая рука правая какие у меня есть инструменты для сбора грибов нож хорошо а куда грибы то складывать так у меня есть вот такое ведро литров и не знаю литров 15 нам точно 15 литров так ну что ж берем нож и идем нож наверно придется взять левую руку вместе с ведром смотреть надо внимательно по сторонам и везде мало ли всякое может быть так так оп 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 пик 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 и 제 опа агам агам один Вот это желательно прикрывать с этой листвой, вот так Чук-чук-чук, все, бугорок, нет, не то Чук-чук-чук, опа Спрятался, спрятался Значит, сморчки, это считается условно съедобные грибы Их нужно раза три отваривать сначала Вот, знаешь, какой маленький, спрятался Обязательно отварил, воду слил, ну, чтобы не отравиться Вот, и, ну, и все, а потом дальше можно там уже, что там делать, жарить Еще там что-нибудь делать, да Оп, раз, ведро, пим Вот такой красавчик Так что, несмотря на то, что нету луж Значит, ну, все равно, видать, земля была пропитана влагой И еще дождик вчера был Соответственно, надеюсь, что, ну, насобираю чего-нибудь Пока, конечно, мало И ведро, наверное, я погорячился большое взять Ну, ладно, может быть, может быть, получится насобирать Идем дальше В общем, прошло сколько-то времени Я себе цель поставил Ну, точнее, не цель, а срок такой на час Вот, в итоге, за час не получилось, как обычно, уложиться Ну, чуть-чуть больше В общем, я все это бросил, думаю, домой надо идти Вот, что я тут насобирал Вот столько грибов Ну, слава богу, они уже большие такие Там, ну, даже вообще мега-гриб какой-то Вот, ну, все, теперь только по уму их надо приготовить сейчас Вот, три раза отварить, минут по двадцать Воду сливать мимо, то есть, ну, это как бы Ну, чтобы там все у них плохое вышло Вот, и потом их можно там пожарить на сковородочке Ну, все, сейчас быстренько домой бежим Вот, я их помыла Поставила, значит, немножко воды налила в кастрюлю В кастрюлю пять литров А наклала с горкой Эти сморчики Вот, это, конечно, не все грибы, которые Алексей принес Они, когда закипят, начнут уменьшаться И я постепенно доложу Все остальные грибы Вот Будем варить их минут двадцать Сольем воду Далее еще раз Зальем водой и еще раз Проварим хорошенько, чтобы хорошо прокипели И только, когда они два раза хорошо долго поварятся Тогда уже их промываем И хорошо обжариваем Ну, получилось, как бы, воды многовато И вместе с пеной Убираю я лишнюю воду Чуть-чуть убавила огонь Дождусь, пока закипит И двадцать минут отмерю тогда Такой очень густой Бульон, так сказать Получается, так что реально надо Дольше варить И лучше промывать потом Чтобы уже еще раз В чистой воде Отварить И лучше даже Не два раза отваривать А три Что, как видно Очень густая Жидкость Вот Половина из большого ведра Что у нас получилось Мы их долго водили Их два часа Хорошо промывали И теперь Обжариваем Хорошенько Чем мы соусы пожаришь Тем они Как-то вкуснее нам Получаются Можно какой-то приправкой посыпать Сливочки Добавить И будет Очень вкусно Такой вот Деликатес Катеряевский Да, очень вкусно получилось С чем можно эти грибы Ну вот Со сливкой Например Жарить Там Не знаю Я вот на масле Сливочном пожарил На нашем Обязательно Зелень какая-то Должна быть Я тут пока ел Что подумал Видел такую картинку В интернете Это по-моему Было еще в девятнадцатом году В начале года Значит Дмитрий Анатольевич Медведев Ну и подпись Типа он Сказал Говорит Что девятнадцатый год Будет тяжелым Особенно первая половина Ну во второй половине Пойдут ягоды и грибы То есть будет полегче Так вот Сейчас двадцатый год Ну я думаю реально Вот Даже еще вторая половина года Не наступила Уже грибы Как бы уже полегче Ну вот А там Глядишь Сейчас эти грибы Закончатся Слизун пойдет Слизун закончится Там эти гальяны Подрастут Там ягоды на поле Вот так что Жизнь в деревне Ну Плюсы есть Большие Это вот Квас на березовом соку Вот сейчас забежал на обед Так что всем здоровья И Кушайте здоровую Натуральную пищу Которую дает нам природа Пошел Собрал Сам поел Семью накормил Ну все До новых встреч Если вам понравился этот ролик Ставьте лайк Делитесь этим видео С друзьями Выскажите Свою точку зрения В комментариях И обязательно Подписывайтесь на наш канал Впереди будет много Интересного И полезного Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok